МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА НАТО решило показать свой ядерный кулак в ответ на изменения ядерной доктрины России и организовала учения с тактическим ядерным оружием. Суть их в том, чтобы отработать доставку и применение американского ТЯУ, размещенного в Европе. Учения проходят под руководством Бельгии и Нидерландов, двух из пяти стран, которые разместили на своих базах американские ядерные бомбы. Продлятся они две недели и охватят восемь военных баз. В них будут задействованы 2000 военных и 60 самолетов. из 13 стран, бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие, самолеты-запровождение, дозаправки, разведки и радиоэлектронной борьбы. При этом есть нюанс. Эти действия США разворачивают, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия. Но для них это, наверное, другое. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте. Собственно, все уже перестали обращать внимание на ежегодное ядерное учение НАТО в Европе. Потому что сначала США подписали договор, а затем начали нарушать его, делая вид, что ничего не произошло. Но на фоне принятия новой ядерной доктрины России, эти учения заиграли новыми красками. Дело в том, что статья 1 договора о нераспространении ядерного оружия гласит, что государства, участники этого договора, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием ни прямо, ни косвенно. При этом США разместила на территории пяти неядерных европейских стран нестратегическое ядерное оружие. Занимается его модернизацией. У США на 1 сентября 2021 года был перевес по стратегическому наступательному оружию 2854 единицы против 2727 российских. При этом численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. Учения ядерных сил НАТО в нынешних условиях горячей войны в Украине не ведут ни к чему иному, кроме как к нагнетанию напряженности. При этом в нынешних учениях планируют принимать участие многофункциональные истребители Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии. Все они не ядерное государство. Но их истребители оборудованы приборами и комплектующими, которые могут применять ядерное оружие. Летчики этих стран тоже обучены к применению такого оружия. Это грубейшее нарушение договора о нераспространении уже с первой статьи. При этом, начав учения в рамках НАТО по использованию ядерного оружия, Байден тут же заявил, мол, давайте сокращать ядерную угрозу. США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Нет никакой пользы для наших стран или мира в затягивании прогресса по сокращению ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них. Учение высказывания Байдена можно оценить как реакцию на измененную ядерную доктрину России и определенный страх Североатлантического альянса перед ситуацией, которая разворачивается между двумя ядерными державами. Но это может быть и блефом, ведь, как ранее было сказано, у США преимущество по количеству ядерных боеголовок. Поэтому ситуацию сдерживает прежде всего Российская Федерация. Пока США пытаются по привычке вести двойную игру, которая понятна абсолютно всем сторонам. Тем более призывы к ядерному разоружению со стороны Белого дома не первые. А что касается геополитики, Россия обновляет свою ядерную доктрину, в том числе это касается и Беларуси. Как вы считаете, горячие головы на Западе услышат, услышали сигналы? Нет, горячая головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что мы лет пять тому назад подступались к этому вопросу. Поэтому для меня это не ново, для президента России в том числе. А горячие головы, если бы они не услышали, то как минимум уже бы бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает. Охлаждает и заставляет задуматься. В 2021 году напоминания Западу о нерасширении НАТО на восток не сработали. СВО, как процесс демилитаризации и деноцификации Украины, тоже не дали пока еще своих плодов. В новой ядерной доктрине России прописано все четко. Поддерживаешь Украину, снабжаешь ее оружием и при этом имеешь ядерное оружие, жди посылку из России. Тронешь Беларусь, тоже жди посылку из России. Абсолютно здоровый подход для сдерживания западных жертвователей из Госдепа и не только. Итак, в проекте «Основ» расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документов агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Чего ждать от Запада и действительно ли нынешнее учение – это своего рода демонстрация своей силы и попытка сдерживания? Об этом побеседуем с полковником вооруженных сил, замначальником факультета Генштаба военной академии Белоруссии Андреем Богоделем. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Если говорить про ядерное учение НАТО в контексте принятия России новой ядерной концепции, вот это вещи взаимосвязаны, на ваш взгляд? Особенностью вот этих вот учений, которые мы наблюдаем именно в этом году, то, что там убраны в разрез всех нормативно-правых актов, которые у них есть, это условности. Условности прежде всего с тем, что наименование государств. Если они использовали различные условные наименования на предыдущих учениях, то в этом они отошли абсолютно от этого, посчитали это лишним. Там есть конкретно и Российская Федерация, и Республика Беларусь как противники. Но этим грешат они уже не только начиная с этих учений. Те учения, которые проходили в этом году, это прежде всего и «Защитник-2024», и «Защитник Европы-2024», там уже такое практиковалось. Данные учения проводятся на 8 авиабазах. Это говорит о том, что вот этих 8 авиабаз по сути своей готовы к приему данной авиации и хранению, и использованию вот этих вот ядерных боеприпасов. Сразу же хочется отметить, что это ядерные боеприпасы, не блока НАТО, а исключительно американские. Такие же подобные боеприпасы имеет, правда, еще Франция, но она использует сама на своих учениях, которые проходили в том числе многоэтапные в этом году. Это «Покер-2024», где применялись они с новых самолетов типа «Рафаль» и новых подводных лодок, которых они приняли у себя на вооружении «Триумфан». Но имеет тоже ядерные боеприпасы и Великобритания, но они не имеют возможности их запускать с самолетов. То есть они применяют их исключительно своих подводных лодок «Вангард». Именно применение бомб Б-61, которые используются с 60-х годов, и они сегодня уже достигли 12 модификаций, будут использоваться практически всеми вот этими 13 странами против конкретных государств. То есть Россия и Беларусь? Конечно, безусловно. Прежде всего, это Россия и Беларусь. Вот посмотрите, это первое учение для Марка Рютта в должности генерального секретаря такой организации, как Североатлантический альянс. Он уже отметил, сказал, что эти учения направлены на сдерживание возможной агрессии со стороны любых других государств. И НАТО должно показать, что оно способно противостоять. На этих учениях впервые будут опробованы подвешивания самолетом F-35A нидерландских ВВС. Поскольку свои, F-16, они, по сути, сняли с вооружения и передали на Украину. Также в этих учениях впервые будут использоваться летный состав и авиация ВВС Финляндии. В целом, если посмотреть на эти боеприпасы, о которых я говорил, в целом посмотреть на замысел вот этих учений, можно сказать, что как бы нового ничего они не несут за собой. За исключением того, что давайте все это посмотрим в комплексе. Да, давайте посмотрим на все это в комплексе. Параллельно с этими учениями. А учения проводятся в северных широтах. Прежде всего, это Великобритания, Северное море. Да, это страны Скандинавии, Германии. Они проводятся параллельно еще с одними учениями. Это учения Матрикс Аутум 2024, которые проводятся в датских проливах. И прежде всего, в проливах Скагирак и Категан. А цель этих учений заключается в том, чтобы осуществить проверку, каким образом можно блокировать данные проливы. И не допускать через эти проливы корабли противника. Тоже несложно догадаться, кого они рассматриваются именно в качестве вот этой противоборствующей стороны. Я не случайно сказал, что вот эти учения, проходящиеся в северных широтах, они прежде всего направлены на закрытие Северного морского пути. Они направлены на то, чтобы блокировать базу военных кораблей в Мурманске и в Северодвинске. И то, что это по сути своей второй еще аспект, это связанный и с расположением Финляндии, то, что сегодня начинается подготавливаться структура Финляндии, то, что сегодня там располагаются авиабазы, и то, что сегодня уже авиация Финляндии начинает готовиться к применению тактического ядерного оружия, это то, что создается прямая угроза такому крупному городу, как Ленинград. То, что на сегодняшний день мы, по сути, являемся свидетелями того, что происходило в 1939 году. Российской Федерации, если сказать на языке шахмат, по сути, начинают ставить шах. То есть в этих условиях потеря Финляндии – это большое поражение именно России на дипломатическом уровне. То есть это круговорот истории? Безусловно, круговорот истории, но этот круговорот истории, он сказывается и на нас, на Республике Беларусь. То, что происходит непосредственно в Балтийском бассейне, и то, что происходит в Северном море, и то, что происходит в этом государстве – это наше направление. Наша задача в этих условиях – по-настоящему создать предпосылки для того, чтобы избежать вооруженного конфликта, но при этом и не показать свои слабости. Показать, наоборот, готовность вместе с Российской Федерацией выступить, если такое случится, и противостоять Североатлантическому альянсу. Война – это способ развязывания зубами политического узла, который не поддается языку. Но политическое руководство Беларуси продолжает указывать Западу на красные линии, которая равно белорусская граница. Дипломатично указывает. Услышат ли там или нет? Ведь где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается под угрозой. Но для западной коалиции это, наверное, другое. А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok